Итак, всем здрасьте. Вы знаете, я никогда не делаю видосы без подготовки. Абсолютно любой ролик, который сейчас есть на моем канале, это всегда сценарий, читка и потом уже монтаж и все такое. Я к этому серьезно отношусь. Но этот ролик – исключение. Исключение просто выдающееся и почему вы сейчас все поймете. Кстати, буквально несколько минут назад Джо Блэкберн опубликовал, это геймдиректор Destiny, опубликовал большую статью. Это просто стена текста, стена текста, о том, что будет с Destiny дальше. Вы знаете, что вопросы о том, что же будет дальше с игрой, волнуют нас вообще уже не первый год. И всегда находятся те, кто жалуются, всегда находятся те, кто восхищаются. И вот они в постоянном таком противостоянии. И в последнее время, ну, не будем скрывать, проблемы накопились довольно серьезные во многих аспектах игры. И их решение просто уже напрашивалось и многих, ну, не знаю. Короче, вы поняли мою мысль, что было тяжело в последнее время. Ну, так вот, сейчас, после этого текста, я думаю, что каждый из вас немножко выдохнет. По крайней мере, хотя бы из-за того, что, да, здесь говорится о будущем, но те вещи, которые называют статьи сейчас, они заметны. То есть, элементарно, мы слышим, превратилось в мы знаем и мы делаем. Поэтому, о чем же речь? Во-первых, Королева-Ведьма, Конец Света и далее. Прошлым летом мы в общих чертах рассказали, какой видим следующую Эйру Destiny 2. Здесь Джо пишет о том, что они анонсировали Заграни Света, Королева-Ведьма и Конец Света. Это три больших дополнения и Конец Света предполагался как финальный такой аккорд, дополнение, которым завершится Сага Дестани. Об этом напрямую не говорилось, но все шло к этому. Как бы, Конец Света, последнее дополнение, все. Так вот, начали с Королевы-Ведьмы, то есть следующее дополнение. Джо пишет о том, что дополнение перенесено на начало 2022 года. Это решение далось студии непросто, разумеется, потому что изначально дополнения все выходили всегда осенью, там примерно где-то сентябрь-октябрь в это время, но со следующим дополнением ситуация исключительная, потому что они не хотят, чтобы оно было очередным проходником, хотят сделать что-то действительно массивное, большое. Вы знаете, если следите за новостями, что студия активно сейчас расширяется, и главный офис, и открывается европейский офис, и это все сказывается на общих масштабах игры, и по крайней мере, понятно, куда метит серия Дестани. Игра хочет быть большой, как в свои лучшие годы, там, во времена Форсейкена. Сейчас это непозволительно, потому что Форсейкен делался не только студией Банджи, над ней работали дополнительные студии, Викеренс Виженс, например. Но сейчас, после разрыва с Активижн, в прошлом году, все изменилось и сказалось на масштабе игры. Так вот, чтобы этот масштаб сохранился с дополнением Королева-Ведьма, Банджи вынуждены отодвинуть, ну, я так понимаю, это почти полгода, грубо говоря, получается. Следующее дополнение. Кроме того, как в основе Дестани лежит идея единого развивающегося мира, нам по-прежнему потребуется время на обновление лежащих в основе Дестани 2 систем. И тут, как бы, сразу Джо говорит о том, что нам нужно починить ПВП, нам нужно поговорить о Трансмоге, нам нужно поговорить о Кроссплатформе, и это все будет в этой статье. Ну и самая важная причина, которую он назвал, это то, что мы вот справились и смогли поддерживать игру и развивать ее вот в такое тяжелое время. Имеется в виду пандемия и весь этот, связанный с рынком кризис. Уже когда я срендерил видос и почти залил его на YouTube, я понял, что я в самом начале вот здесь вот упустил очень важную деталь, которую написал в группе, а вот во время чтения, видимо, отвлекся. Дополнение «Конец света» не станет последним дополнением. Разработчики поняли, что необходимо сделать такое послесловие, уже финальное дополнение, которое закроет конфликт света и тьмы, и после этого, ну там, Мэра Дестани каким-то образом закончится, и закончится ее основная история. Вот, это такое важное замечание. Начали обсуждение наград. В 11 сезоне мы ввели в игру максимальный уровень силы, изменения в системе синтеза, так называемый «Сунсет». Максимальный уровень синтеза помог существенно сдвинуть мету в «За гранью света» и создать экосистему наград, за которой было бы удобно следить. Мне нужно читать за вас дальше, или вы догадались к чему? Мы приняли решение разрешить постоянно улучшать до максимального уровня любое оружие, уровень силы которого сейчас можно повысить до максимального с помощью синтеза. С 14 сезона мы не будем ограничивать синтез оружия или брони. Если кто-то не понял, все, что сейчас у вас есть из актуальных предметов по уровню силы, останется таковым навсегда. Это «Сунсет», ограничение уровня силы, которое... Сколько это в игре эта система продержалась? Год, полгода? Все. Больше этого нет. Это всех раздражало. Это новичков, либо людей, которые возвращались в игру после долгой паузы, ставило в тупик кучу вопросов, сколько мне каждый день, реально каждый день мне пишут, типа, «А что такое? Я зашел в игру после Форсекена, а все оружие превратилось в хлеб». Все. Нафармились. Наконец-то все, что у нас есть, имеет вес для всех активностей. Что сейчас, что в следующем сезоне, что в послеследующем, что через год и так далее. Наконец-то. Сказать, что я и вы, я думаю, рады этому, ничего не сказать. Это существенное изменение для Destiny. И оно... Ну, блин, я думаю, что... Да. Чего вы думаете? Тут прямо так и написано. Оно удалось нам нелегко. Я думаю, на этот шаг студия пошла, скрипя зубами, потому что как бы сначала эту систему нужно было ввести, ее оправдать, ее продать игрокам, а теперь от нее отказаться и понимать, что отказ от этой системы вызовет взрыв позитивных эмоций в играх. Ну, лично у меня вызвало, потому что я теперь могу не переживать за все гадролы, которые я там кровью и потом достаю. Правда, надеюсь, в будущем банджи также и расширят нам хранилище предметов, потому что куда-то все это добро скидывать надо. Преимущества в силе. Следующий заголовок. Вот, обсудили награды, пишет Джо, и теперь поговорим еще про силу. Как вы знаете, с каждым сезоном сейчас кап силы, ограничение силы, то есть поднимается на 50 единиц. То есть, если у вас там сейчас кап 1310, то по идее в следующем сезоне кап должен быть 1360 единиц. Ну, так вот, нет. Со следующего сезона ранг уровня силы будет повышен только на 10 единиц. Для чего? Для того, чтобы вы не гриндели, каждый год, каждый сезон не сохраняли контракты, а просто играли в игру и получали удовольствие. Чтобы у вас игра была не ради фарма единичек каких-то в Найтфоллах, а ради игры, ради удовольствия, а не ради просто какой-то мнимой гонки. Вот тот мой соклан быстрее вкачался, капец, я сегодня не сплю на энергетиках, но догоню его. А это тоже уходит. Ангелы Смерти. Следующий заголовок. И здесь большой блок про ПВП. Читать все прям подробно сейчас не буду, но первое, какое первое изменение здесь названо, это то, что будет отключаться возможность фрипик. Для тех, кто не знает, это ну такой ингейм легал чит, когда игрок заглядывает за стену, не выходя из нее с помощью эмоций либо доставания, переключения на меч. То есть где-нибудь в Ассирисах это просто постоянно, это используется вечно и трушное ПВП там чуваки постоянно жаловались, что их чекают за стенами, то есть ты выходишь со снайпой, чувак за стеной, ты знаешь, что он там сидит на картах с мечом в руках и заглядывает камерой. Это типа ненормально, на это было очень много жалоб уже там и Фростболт писал, и Гикс писали, и все это, вот если в Твиттер западный зайти, об этом речь идет уже ну год точно. Ну так вот, эту проблему в пятнадцатом сезоне решат, то есть не в следующем, а через один, сейчас у нас тринадцатый. Жесты в режимах испытания Ассириса и состязательной игре будут отключены, и игроки не смогут достать оружие, которое требует вид от третьего лица, если у них нет патронов, то есть если у вас в мече патронов нет, меч вы не достанете, эмоции тоже не прожмете. Так что в этом плане победили, не то чтобы меня лично это как-то сильно беспокоило, ну я и сам этим грешил, все, ну как хочешь играть, хочешь закрывать, приходится играть как все, не совсем вот так вот чисто. Во-вторых, в нескольких следующих сезонах мы проведем несколько изменений в подклассах Стазиса и Света, чтобы лучше сбалансировать их в гарнире. Здесь подробно, ну относительно подробно рассказано, как каждый подкласс Стазиса у каждого каждый подкласс у каждого класса будет ребаланситься, то есть если в двух словах Стазис в ПВП слишком мощный, его надо чуть-чуть остудить. И при этом дальше написано о том, что наоборот усилить подклассы света, то есть классический, там Солар пустотный и Арк электрический. На эту настройку идет довольно много сил и судя по тому, что там дальше потом будет еще написано по ПВП, разработчики реально озаботились тем, что ну как бы ПВП погрязло сами знаете в чем, типа проблем у ПВП так много, что отсутствие например новых ПВП карт в течение полутора лет это не проблема от слова совсем. Главное из них вы знаете читеры. Об этом тоже большой блок. в этом году студия увеличивает штат сотрудников службы безопасности практически вдвое, то есть людей, которые отсматривают заявки на нечестную игру будет больше. Напомню, сейчас все баны, которые выдаются в игре читерам, каким-то чувакам, которые используют другие лазейки в ПВП матчах, все эти заявки отсматриваются вручную, поэтому это происходит чуть медленнее, но зато эта система эффективнее. Я бы был бы рад, еще если б банджи переняли систему репортов у Riot, там в League of Legends и в, по-моему, уже даже в Valorant есть система таких доносов, когда человек, если он читерит, на него команда пишет репорт, и когда он заходит в игру, ну или там даже не за читы, за что-то другое, например, за плохой коннект, он заходит в игру, ему кидается большая статья, такая в виде красивой папочки, как PDF документ, где подробно объясняется, чувак, тебя забанили, потому что ты из трех игр подряд вылетал из-за плохого коннекта, у тебя сейчас бан там на месяц, но если еще раз придется с аккаунтом попрощаться, вот если была такая система, когда человек, получивший бан, понимает, за что он получил бан, это было бы круто, потому что сейчас уже становится проблемой, что в бан улетают люди из-за плохого коннекта, из-за того, что их выкидывают из игры несколько раз подряд, и они ничего не могут с этим сделать, это обжаловать невозможно, получить какую-то обратную связь от разработчиков на форуме тоже невозможно, и они сидят такие, за что меня забанили, вот надо четко давать ответ, почему. Кроме этого, ну вот похожую систему они тут, кстати, описывают, что они хотят рассылать игрокам анкеты на почту, чтобы игроки там отвечали на вопросы именно касающиеся их опыта в пвп, понятно, что там все будет скорее всего негативно, потому что люди не любят проигрывать в пвп, но я не знаю, насколько это эффективно, мне приходила пара опросников как-то давно на почту касаемо в принципе, там допустим нового дополнения, если в такой же форме, ну окей, если это поможет как-то сфокусировать работу на конкретных проблемах, то хорошо, но я уверен, что разработчики и так все прекрасно знают, если им там 50 тысяч анкет о том, что у вас читеры в трайлсах, ну они скажут, ну да, мы в курсе, мы над этим работаем, ну посмотрим, надеюсь, что с этим как-то все тоже исправится. Помимо баланса геймплея и безопасности, мы бы хотели отрегулировать структуру наших самых мотивирующих пвп режимов, речь об испытании Асириса, самый желанный, самый страшный, самый, 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 самый режим пвп в Дестине. Мы все хотим закрывать испытания Асириса, но мы хотим закрывать их там честно, интересно, без там попа боли, без постоянных вылетов, без попадания на читеров либо на MLG Gaming. Ну так вот, будет, что меня порадовало, улучшить общее состояние пула подбора игроков испытания Асириса, как за счет привлечения к участию в испытаниях более широкой аудитории, так и за счет более точного разделения игроков по уровню мастерства. По факту, SBM матчмейкинг. Матчмейкинг по скиллу, господи. Я каждые выходные сижу в Асирисе и просто думаю, я бы играл в этот режим просто 24 на 7, как в старые добрые времена, только если бы меня коннектило на таких же типов, которые, как и я, когда единицы сидят, играют, вот чуть там побольше, там какая-нибудь цифра, мне посильная, чтобы было непросто, но было интересно и возможно. Не так, что чувак выходит и в прыжке тебе со снайпы вешает, ты не понимаешь, или это он такой крутой, или это читер, и вот это демотивирует. Над этим работают, наконец-то матчмейкинг починят. Также будет переработана структура наград испытаний, таким образом, чтобы мотивировать участников дольше играть на одном пропуске. Текущая структура побуждает игроков сбрасывать пропуск после одного поражения, да, если мы там залетаем, неважно, там допустим, с билетом, который прощает одно поражение, в любом случае, если это поражение встречается раньше, чем ты сделал 4 победы на билете без поражений, ты обнуляешь этот билет и заново, и в таком случае ты просто можешь просидеть, пробуксовать 4 часа, например, на одном билете, это ненормально. Над этим тоже работают. Плюс, разработчики изучают возможности регулярного участия в испытаниях Осириса для стражей, играющих в одиночку. Мы считаем, что это не только улучшит пул подбора игроков, но и мотивирует больше стражей заходить в испытания. Я не уверен, что хорошая идея делать матчмейкинг в Осирисе для одиночек в общем против команд, но если это будет как сейчас, допустим, для Железного Знамения или для состязательных плейлистов, где одиночки играют против одиночек, то это вполне себе, потому что вторая проблема Осирисов после проблемы там с сложным матчмейкингом и читерами, третья получается, да, проблема, это то, что я одиночка, я, типа, как играть. Так что вот, окей, работают. Месть придит. О, вы уже видите эту картинку, да? В 14 сезоне, это в следующем, в игру вернется рейд Хрустальный чертог, Волт оф Глаз из первой части. Команда еще о нем расскажет подробнее, но сейчас такая небольшая затравочка. Из-за того, что рейд старый, его механики все старичками изучены, перед командой стояла задача сделать его все равно интересным и насыщенным для прохождения хоть опытными, хоть новичками. И в первые 24 часа, например, то есть гонка на first day на day day one рейда будет проходить немного по обновленному формату. Поскольку, допустим, наша команда знает все механики, для того, чтобы мы могли побороться за звание людей, которые закрыли рейд первыми в мире, нам нужно будет выполнить сложные триумфы из специально подобранного списка, видимо, именно за первое прохождение, то есть такие дополнительные мини-челленджи, например, на каждом этапе. Чтобы мы не просто такие «Ага, я знаю, где там темплар в какой момент телепортируется, я знаю, где каждый оракул спаунится, я с закрытыми глазами, сейчас все пройду, рейд за 20 минут и изи». Нет, никак, надо будет чуть-чуть подпотеть. И вот еще что, до конца года мы планируем добавить в рейд хрустальный чертог сложность мастер. Сложность мастер это не что иное, как прямая реакция на фидбэк комьюнити, Леб Глубокого Камня и он показался всем игрокам ультралегким. Типа, чуваки, которые постоянно закрывали Day One и разнылись, что типа в этот раз закрыли 5000 команд там, да, или сколько рейд в первый день. И это как бы не честно, что это мы раньше были такими особенными, а то давайте хотя бы какой-нибудь мастер рейд добавим. Вот, появится. Очень им понравилась идея, как работают мастер и грандмастер в сумрачных налетах и я тут согласен, типа как челлендж такой ингредиент. Это работает отлично. У Найтфоллов были проблемы с наградой, но сейчас с этим тоже чуть-чуть как бы поработали, там появляются адепт пушки и лично я, если я там игнорировал все грандмастеры после того, как я один раз выпил эту печать, то сейчас я жду грандмастера, чтобы пойти туда за адептами и мне интересно. Так вот, как бы с рейдами примерно такая же история. Аделаида, мы с вами раньше не встречались, ох, Аделаида, в 14 сезоне Ада 1 вернется в башню. Ну, ребят, я... У меня сердечко бьется каждый раз, когда я просто слышу имя Ада, а уж когда она снова появится в Тауэре, простите, пожалуйста, я этот день как красный день календаря обведу, потому что Ада мой исключительно любимый персонаж во всех смыслах. Ну так вот, она вернется в 14 сезоне и не для того, чтобы торговать пушками черного арсенала, как вы могли подумать, а для ничего иного как трансмога. То есть изменение брони, она теперь у нас заведует модным ателье, у нее там будет швейная машинка, тут она, кстати, как-то даже называется, что... Прямо реально как ткацкий станок или что-то такое, где-то банджи писали. Вы сможете за специальное выполненное поручение зарабатывать специальную валюту, приходить к Аде, показывать ей какой-нибудь кусок легендарной брони из вашей коллекции, то есть, которая у вас уже сейчас вот есть, сейчас прямо, и которую вы заработаете, и превращать его в орнамент для любой другой легендарной брони. Если у вас мало времени, вы можете задонатить, да, элемент доната будет, но исключительно для того, чтобы, если вот вам лень делать какие-то квесты на эту валюту, на нитки, например, какие-нибудь, вы можете задонатить. Я лично не вижу в этом никакой катастрофы, в любом случае, это продажа шкурок, продажа косметики, она всегда была в Destiny, в других играх, и, ну, лично я с этим окей. Я надеюсь, что в Destiny будет так много интересных активностей, что мне реально будет просто проще, не знаю, закинуть там 500 рублей и купить себе один сет, в котором я буду ходить там еще целый год, потому что я его сам собрал, и он будет очень красиво выглядеть. лично для меня не страшно, не знаю. Ну и дальше, совместная стрельба. Осталось обсудить с вами еще несколько пунктов, но Джо не хочет слишком спойлерить. Поэтому напоследок просто речь о кроссплатформе. Кроссплатформа появится в 15 сезоне, то есть через сезон. В следующем сезоне уже будет альфа-тестирование этой функции, и после запуска кроссплатформы этой осенью мы сможем уже поиграть консольщики с пикарями, пикарей с консольщиками. Если вы боитесь, что вы в PvP, играя на Xbox, будете попадаться на игроков, которые нагибают на мышки в PvP на ПК, вы не будете на них попадаться, пока не включите соответствующую функцию в настройках. Аллилуйя! Я очень сильно этого боялся. Ну, какие многие, я думаю. Единственное, мне очень интересно. Вот я, например, планирую возвращаться на консоль и переходить на Xbox Series X. Могу ли я сделать так, чтобы кроссплей был именно между Xbox и PlayStation, исключая ПК? Или галочка будет одна? Включить кроссплей, отключить кроссплей? Вот это меня лично очень сильно интересует, потому что в любом случае в российском сообществе база игроков на PlayStation пока что больше, чем у Xbox. Хотя к этому тоже есть вопросы. Кроме кроссплея, в этой главе также говорится о том, что у нас появились стазисные подклассы недавно. Ну так вот в 15 сезоне появятся еще и стазисные пушки легендарные. То есть вот как сейчас там есть Arc Solar Void пушки будут еще и стазисные. Я не совсем понимаю, почему их не ввели сразу за грани света или вот в этом сезоне, но их введут и это круто. Это значит, что стазис будет развиваться, будет получать большую роль, станет заметнее на поле боя, как в качестве игроков, так и может быть у противников появится соответствующий тип щитов. Это круто, потому что сейчас при всем, там допустим при всей имбовости стазисов пвп на данный момент, над которой тоже будут работать, я лично стазисом пользуюсь почти никогда. Я как был пустотным охотником мейном, так и остался пустотный охотник мейн. В 13 сезоне также запустили первую часть системы золотых титулов, это речь про печати, вот как здесь вы знаете, что вы сейчас сможете обновить вернее дрэджина, и у вас будет вот такая красивая надпись дрэджин. Так вот, потом эта система еще позволит вам ставить безупречный в квадрате, безупречный в кубе и так далее, то есть отображать сколько раз вы закрыли ту или иную печать. Ну и в общем Джо больше не хочет повторюсь спойлерить и рассказывать слишком много, но из-за того, что это такой длинный блок текста, а для вас еще и длинное видео, он вот решил побаловать вот таким вот артом, это концепт арт брони, которая появится в игре со следующим дополнением Королева Ведьма. В общем, пишите в комментариях, что вы об этом обо всем думаете, но лично я признаюсь честно, я в последнее время был в слегка таком растерянном состоянии, вот допустим миссия предвестник меня покорила, это лучшее, что было в Destiny за последние ну полгода год. Мне, я кайфанул с дополнением за гранью света, но там тоже были проблемы допустим с тем же балансом стазиса, с сансетом, сансет и удаление планет в хранилище, оно сильно испортило впечатление, не для меня лично, а для допустим большинства игроков, а мне приходилось с этим как бы ну мириться и постоянно объяснять людям куда делись планеты, объяснять им что это и по сюжету тоже как бы рассказано почему так, и геймплей на это важен, потому что игра становится слишком большой и красивой, ее надо содержать, ну в общем не будем сейчас повторно об этом, но так вот, все эти вопросы как-то накопились и голова уже реально ну немного трещать начала и при всем и при всем при этом я люблю Destiny, я люблю свое дело, я не представляю себя без этого, поэтому каждая вот такая новость в этой статье для меня была просто шоком, реально, я в большом восторге, ребята из Bungie, спасибо вам огромное, что вы реально слышите и действительно работаете над этим, они могли бы перечислить эти изменения и сказать, что они появятся в супер грандиозном дополнении Королева-Ведьма, но нет, большая часть этого появится в следующем сезоне или через сезон максимум Короче, вот без шуток, это очень круто, спасибо, что дослушали этот разговорный мини-подкаст, нетипичный для моего канала, надеюсь, не будете осуждать меня за небольшие затупы, кашель и так далее, всего вам доброго, грядут у нас изменения, грядут, подписывайтесь там, ну вы знаете, пока!